МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить. Обзор событий рязанской жизни». Коротко о наших сегодняшних темах. Дубы или березы рязанской власти выясняли сегодня, что же произошло с Песочинской дубовой рощей. И все-таки сквер. Сегодня еще раз подтвердилась информация о том, что на перекрестке в Веденске и Горького будет сквер, а не новостройка. Занести на доску завтра в Рязани на площадь Победы торжественно откроется доска почета. Начнем с информации с пометкой «Срочно». Сегодня около двух дня поступило сообщение о большой аварии на трассе Рязань-Спасклепике у села Полково. Это Рязанский район. Есть сведения о столкновении легковой «семерки», грузовика и рейсового автобуса, в котором находилось 5 человек. Региональное управление МЧС сообщает о пяти постраданиям. Породавших двое из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. Вчера Рязанский экологический альянс распространил сведения о том, что знаменитую дубовую рощу Водожковой песочни, которую так долго берегли от вырубки, рязанцы все-таки наполовину уничтожили. Эко-злодейство, по версии активистов, было совершено в ночь субботы на воскресенье. Площадку успели разровнять, дело было шито-крыто, московские подрядчики решили вопрос, так сказать, по-пиратски. Но это самая первая версия от активистов. А сегодня на место возможного происшествия выехала с проверкой городское начальство. Сейчас на площадке перед одной из строек в 7-м микрорайоне Дожково-Песочни лишь разровненная бульдозером площадка. Вчера о произошедшей здесь вырубке якобы целой дубовой аллеи сообщили несколько рязанских информационных агентств. Разобраться в ситуации пришли экологи, чиновники и представители застройщика. Заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова опровергла факт вырубки дубов. По ее словам, строительной компанией на принадлежащей ей территории удалена поросль самосевного кустарника и березы. Что же касается дубов, то проект планировки микрорайона ДПР-7 предусматривает создание нескольких рекреационных зон, главной из которой будет именно дубовая аллея. Вот сейчас фактов сноса дубов мы не заметили. Более того, у нас достигнуто соглашение администрации города Рязани с застройщиками этих микрорайонов о том, что в этом году будет разработан эскизное предложение по благоустройству этой дубовой рощи, разработан проект благоустройства рощи. Проект мы согласуем с общественностью в связи с тем, что именно по сигналу общественности обратили внимание на эту дубовую рощу. И в дальнейшем будет комплексное благоустройство, которое будет заключаться в разбивке пешеходно-тропиночной сети, в установке парковой мебели и в освещении. По документам территория перед стройплощадкой принадлежит СУ-155. По словам застройщика, рабочие вырубили кустарник, а не пронумерованные дубы, аллею которых компания планирует благоустроить. Мы, выслушав предложение администрации, взяли на себя обязательство благоустроить дубовую аллею, которая расположена на улице Шереметьевской. Рязанские экологи уже на месте удостоверились, что дубовая аллея действительно не пострадала. Однако, в свою очередь, отметили, что зеленые зоны в городе необходимо оберегать. Таких сильных нарушений, слава богу, нет, как дубы сохранили, но еще одну зеленую полосочку мы потеряли. Нам эти зеленые зоны надо, как зенит с лохой, сохранять, беречь. Поэтому такое трепетное отношение. Местные жители увидели снос деревьев. Немножко там, ну вот сейчас разбираемся. Действительно, это были не дубы. В общем, по планам городских властей, дубовая аллея в 7-м микрорайоне Ташково-Песочни будет непременно сохранена и облагорожена. Вчерашняя тревога, поднятая в СМИ с подачи экологической организации, оказалась ложной. Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги творческого соревнования авторов проектов придорожных въездных стел в Рязанском районе. Напомним, конкурс в начале апреля объявила администрация района. Сами стелы числом 5 должны вознестись ввысь у дорог уже этой осенью. А продолжает тема Оксана Тебенихина. В администрации Рязанского муниципального района подводятся итоги конкурса на лучший эскиз придорожных въездных стел. Своей работы мог представить любой желающий. Главным условием конкурса было то, чтобы въездной знак в символичной форме отражал специфику Рязанского района и населенных пунктах, прилегающих к будущей стели. Не менее важную роль играет эстетичность проекта. Варианты встречных знаков были представлены самые разные. От тяжеловесных монументов, наводящих на печальные размышления о бренности бытия, до внешне простых современных конструкций, отражающих в ночное время свет автомобильных фар. А вообще разнообразие проектов наблюдалось. А вот оригинальной творческой мысли, так сказать, сразу и не обнаружилось. Но это на наш взгляд. А если уже осенью стелы должны приветствовать автомобилистов при въезде на территорию, и на них будут потрачены немалые деньги, то они, по крайней мере, должны соответствовать законам гармонии. А поэтому в комиссии хотелось бы видеть больше художников, чем чиновников. Хотя придут ли такие времена в России? И если придут, то когда? Завтра в Рязани на площади Победы торжественно откроется доска почета. Старые добрые традиции возвращаются, и чаще всего это стоит лишь приветствовать. Почетной доской накануне ее открытия по заданию редакции интересовался Глеб Галушкин. 1 мая Рязанская областная доска почета должна обновиться. Недавно закончила работу специальная комиссия, которая несколько месяцев отбирала кандидатуру передовиков производства, промышленности, науки и культуры. Их портреты украсят доску почета. Ведущий архивист Госархива Рязанской области, профессионал своего дела с 50-летним стажем Людмила Павловна Павлова удостоена чести быть на доске почета. Про себя говорит, что всю свою долгую трудовую жизнь занималась сохранением исторического наследия. Считаю, что доска почета – это очень хорошее дело, которое, в общем-то, тоже принимает участие в воспитании молодежи. Нам очень, конечно, приятно людям, которые уже отработали такой большой стаж, которые трудились в советское время и сейчас еще продолжаем трудиться. Член комиссии по отбору кандидатур Инна Калашникова со своей стороны говорит, что традиционно выбор людей был очень достойным. Вот эта доска почета, она должна возродить вот эти такие трудовые традиции, династии, может быть, даже, как раньше были. И вот у нас сейчас на уровне Российской Федерации, когда возродили звание Героя Труда, вот я думаю, что для молодежи вот престиж трудовой именно профессии, он как раз должен возрасти. На Рязанской доске почета будут представлены 48 передовиков различных профессий и 12 предприятий, которые внесли весомый вклад в развитие регионального народного хозяйства. Сегодня рязанским пожарным надо бы вспоминать добрым словом царя батюшку Алексея Михайловича. Именно он впервые в апреле 1649 года дал наказ о градском благочине, в котором повелел принять меры бережения от огня. С тех пор брандмейстеры на Руси отмечают свой профессиональный праздник. А сегодня у них вообще юбилей 365 лет со дня на образование службы. Поздравляло огнеборцев начальство. Ну и наш автор Ирина Ковалева. У них не бывает выходных. Они каждый день спасают жизни людей. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, они готовы в любой момент броситься на помощь. И так на протяжении не одной сотни лет. Сегодня в Главном управлении МЧС России по Рязанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 365-летию образования пожарной охраны России. На него были приглашены ветераны, учащиеся кадетских классов и, конечно же, первые лица города и области. Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником от губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева, от правительства Рязанской области передать самые добрые пожелания успеха. Профессия пожарного на сегодняшний день очень важна и очень необходима. И вы делаете самое главное. Вы служите людям, и вы оберегаете самое ценное. Вы оберегаете и спасаете жизни. В начале мероприятия отслужили праздничный пасхальный молебен, в ходе которого осветили и пять пожарных автоцистерн повышенной проходимости, которые были переданы пожарным частям Рязанской области. Христос воскресе! Христос воскресе! Но отличившихся сотрудников наградили медалями, памятными знаками, грамотами и подарками. О градском благочине приходится печься не только чиновникам, но и самим прихожанам. Так недавно мы по просьбе резанцев выясняли, что за строительство ведется на пересечении улиц Веденской и Горького. Народ волновался, а не будет ли здесь, прямо под окнами соседних домов, заложена многоэтажка, построят и глазом не моргнут. Однако все оказалось отнюдь не так тревожно. В означенном месте, как сообщили городские чиновники, будет разбит сквер. А сегодня мы проверили вновь, а не похож ли этот сквер, случайно скажем, на фундамент торгового центра. И вот результаты. На месте двух снесенных старых домов на пересечении улиц Горького и Веденской потихоньку вырисовываются очертания будущего сквера. Уже сейчас рабочие проложили и замостили тротуарной плиткой дорожки и засеяли землю газонной травой. Далее здесь также будут установлены фонари уличного освещения и лавочки. Рязанцы относятся к подобной инициативе городских властей весьма положительно. Ну я думаю, это было бы замечательно, если бы у нас было бы больше таких скверов. И для детей, и для взрослых. Это бы просто было хорошо. Застроили домами, помойками, всем непонятно чем. Так что это очень хорошо. Ну да, мы никак не могли. Мы в этом доме живем, и мы никак не думали опять построить какую-нибудь коробку. А так нас это очень устраивает. Кстати, на недавнем ежегодном отчете перед депутатами Градской думы глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил о намеченной масштабной программе по благоустройству парков и скверов. Отрадно, что городская власть помнит не только об исторически сложившихся зеленых зонах, но и создает новые, как, например, сквер на пересечении улиц Горького и Введенской. И в завершении выпуска о праздничной погоде в Рязани. Это важно, поскольку не только митинговать, но и отдыхать пора приходит. Однако, напомним, в Рязани противопожарный сезон. Действуют строгие ограничения, так что пожечь костры на романтических полянах не получится. Да и не нужно, поскольку чревато все это и пожарами, и немалыми штрафами. Праздничные дни погода будет переменчивой, но солнечных деньков все-таки будет больше. Хотя небольшие похолодания планируются не без этого, но не сильные, а так, чтобы мы не расслаблялись. 1-2 мая в Рязани и по области не исключены кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью 4,9 градусов тепла, днем 30-го плюс 15, плюс 20, 1-2 мая чуть повыше, 18-23. 3-4 мая ожидается преимущественно без осадков, а температура воздуха понизится на 3-5 градусов. 5-го мая первый рабочий день у нас ожидаются снова дожди с грозами, местами порывистый ветер, температура воздуха в ночные часы 3-8 градусов тепла, в дневные плюс 15, плюс 20. Но, как известно, у природы нет плохой погоды, особенно когда речь идет о нескольких выходных подряд. Как-нибудь уж порадуемся жизни, главное, чтобы все было в рамках прилечий и действующего законодательства. На сегодня у нас все темы, но расстаемся ненадолго. Недавно в Москве состоялась масштабная международная встреча представителей антинаркотических ведомств. Обсуждались проблемы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Среди экспертов, принимавших участие в этой встрече, был заместитель начальника Рязанского регионального управления ФСКН Олег Андреяшкин. Сегодня в программе подробностей мы поговорим как раз о том, как проходила встреча. Увидимся в эфире. Банк Траст – крупное кредитное учреждение, по данным Центробанка, входит в первую тридцатку банков России. Этой весной Траст разместил на бирже дополнительный выпуск ценных бумаг и привлек тем самым более трех миллиардов рублей. По словам президента банка Траст Николая Фетисова, средства, полученные в ходе доп. эмиссии, пойдут на увеличение капитала. На 1 апреля капитал банка составил более 23,5 миллиардов рублей. Вопросы повышения капитализации актуальны для многих отечественных финансовых организаций. Это связано с переходом на новые банковские стандарты Базель-3, требования которого даже жестче, чем нормативы российского регулятора. Кроме того, наращивание капитала позволит банку Траст и далее развивать ключевые направления бизнеса. На сегодняшний день учреждение предоставляет услуги как частным клиентам, так и юридическим лицам и предпринимателям. Однако приоритетной сферой является рынок потребительского кредитования, то есть работа с простыми заемщиками. Банк предлагает населению кредиты наличными, кредитные карты, займы на товары в магазинах и другие продукты. Как обещают работники Траста, ставки по кредитам для заемщиков с хорошей кредитной историей будут оптимальными. На протяжении всего прошлого года процентные ставки для таких клиентов снижались. Эта тенденция сохраняется и в 2014 году. Траст является участником системы государственного страхования вкладов. Депозитные предложения банка традиционно входят в число наиболее выгодных среди крупных российских банков. Так, например, сезонный вклад в весенние проценты включен в топ-5 рейтинга лучших рублевых вкладов сроком на один год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА